Сегодня будем готовить летний супчик из мацони с зеленью, называется довга по-азербайджански, напоминает окрошку, но по-другому. Как сделать мацони в домашних условиях, вы можете посмотреть на канале. Что нам для этого нужно? 2 литра мацони, зелень у меня, укроп по 100 грамм, 100 грамм кинзы, 100 грамм петрушки, 100 грамм шпината. Шпинат не всегда бывает в магазинах в наличии, поэтому если нет, то можно и без него обойтись. Сушеная мята, 1 столовая ложка, 60 грамм риса круглого, 1 столовая ложка муки, 1 яйцо, литр воды, значит на 2 литра мацони литр воды, значит ровно половину меньше. И миксер для взбивания. В первую очередь ставим вариться рис, рис отвариваем, сверху наливаем воды холодной, чтобы покрывал рис, отвариваем, но эту воду не сливаем, мы ее тоже будем добавлять туда. И нарезаем зелень, зелень нарезаем только вот эти листочки, вот эти стебли, твердую часть, она нам не нужна, она очень твердая и будет невкусна. Стараемся нарезать очень мелко, так зелень будет смотреться красиво в супе и будет приятно так кушать. Вот, нарезаем только листочки. Как можно мелко. Наливаю сюда кипяток, буквально на 2 минутки, это делается для того, чтобы убрать лишнюю горечь и чтобы он не окрасил суп в зеленый цвет. Буквально 2 минутки и сливаем воду, остужаем. Рис отварила, покажу вам, как у меня получилось, вот-вот, с жидкостью вместе, я не сливала жидкость, так будет вкуснее. Наливаем в большой тазик мацони. Сюда же муку, сюда же яйцо и взбиваем миксером. Сюда же муку, сюда же яйцо и взбиваем. Никаких, ни комочков, ни ничего. Переливаем в кастрюлю, в которой будем варить. Дальше добавляем просто все остальное. Допустим, отварили рис, охладили, добавляем. Прямо вот с водичкой вместе. Водички много не надо в рис добавлять. Дальше зелень. Я мяту сразу тоже добавлю. Добавили воду. Ставим на плиту. Доводим до кипения при постоянном помешивании. Если остановиться, то мацони может свернуться. Будет уже не тот эффект и вкус. Поэтому надо не отходя от плиты все время перемешивать. Итак, суп наш закипел. Не знаю, видно вам или нет зелень. Зелень поменялась в цвете. Вот она должна вот так вот пожелтеть. Не прекращаем перемешивать. Выключаем плиту и минут еще 3-4 мешаем. Помешали, оставляем лопаточку внутри и даем остыть минут 15-20. Прошло у нас 20 минут. Будем солить. Соль по вкусу. Добавлю еще маленький зубчик чеснока. И оставим еще на 5-10 минут, чтобы вкус чеснока активировался. Суп готов. Он вкусный и в теплом виде, и в холодном виде. Его можно как в тарелках подавать, так и в стаканах, как охлаждающий напиток. Тоже очень вкусно. Надеюсь, вам понравилось. Приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока.